Друзья, приветствуем вас в магазине Skybeat. И сегодня такая философская музыкальная рубрика. Мне просто хочется поговорить с вами о музыке, ее влиянии на нас и почему это так важно. Смотрите, музыка сопровождает человека, можно сказать, на протяжении всей жизни в разных событиях. Любые тусовки, праздники, ритуалы, они всегда сопровождаются и сопровождались музыкой. И почему бы это свойство, музыкальность человека, не использовать нам на благо? Я часто провожу, наверное, в течение последних двух с половиной лет музыкальные медитации. Мне хочется немножко осветить этот вопрос, вопрос влияния музыки на человека с такой нейробиологической, упрощенной точки зрения. Что вообще такое музыка и даже упростим звук? Звук изначально это механическая волна, которая сначала попадает нам в ухо. Но на самом деле она там проходит свои отделы и дальше как бы расслаивается, идет разными путями в разные отделы мозга. И это очень важный момент, потому что музыка влияет не только на слух, а на все тело, на весь наш мозг, на все наши биологические и внутренние процессы. Я не буду данное видео нагружать очень сильно терминами, нейробиологическими структурами мозга. Я чуть-чуть упрощенно расскажу теорию Патрика Юслина, это психолог, который создал целостную картину восприятия музыки, но это будет более упрощенная его теория. Он сказал, что есть как бы семь путей, как музыка влияет на состояние человека, на его тело. Первое, она попадает в ствол головного мозга, ствол это вот самые старые, самые древние отделы мозга, самые близкие к спинному мозгу. И это жизненно важные отделы мозга, которые регулируют первичные функции человека, дыхание, ритмы сна и бодрствования. То есть вот такие супер древние механизмы, которые нужны нам для выживания. Музыка туда попадает и происходит первичная такая оценка человеком. Если это супер резкий звук, все, у нас возникает возбуждение, тонус поднимается, стресс зашкаливает и пошла вот эта ориентировочная реакция, что где. Рефлекс, безусловно, запустился. Если же эта музыка построена на консонансах, на созвучных нотах, она достаточно тихая, мягкая, то это наоборот как бы нас вводит в состояние покоя. Все хорошо, все, мы расслабляемся. И все медитативные практики с музыкой, они построены первично на этом, на небольшой громкости, на плавности, на том, что мы как бы снижаем тонус всей нашей нервной системы. Второй момент это ритм, ритмичность музыки и то, как он влияет на нас. Дело в том, что человек это такое существо, которое подстраивается, подстраивается подо все, в том числе под ритм. Мы его слышим, все наши биологические системы, дыхание, пульс, сокращение сердечное начинают синхронизироваться с этим ритмом. Поэтому второе свойство и музыкальных медитаций, и просто это для всех, кто так или иначе в этой теме плавает, это спокойная ритмичность музыки. Если мы начнем четкий ритм делать, но очень, как это сказать, танцующий, то, естественно, люди захотят плясать. Нам же нужно держать ровную ритмичную волну, но очень успокаивающе. Это отдельные нюансы, но самое главное, что тело синхронизируется с ритмом автоматически, все наши процессы. Третий пункт, который указывает Патрик, это условный рефлекс. То есть если одна и та же музыка будет повторяться в определенных обстоятельствах, то она как бы автоматически будет вызывать похожие эмоции. Мы радовались, услышали хорошую музыку, начнем эту музыку слушать, появится радость. То же самое происходит в музыкальных медитациях, когда мы еженедельно или с какой-то хорошей периодичностью на них приходим. Мы уже всю эту атмосферу, общую канву музыки понимаем и автоматически просто ухо услышало, началась практика. Мы уже ушли в расслабление, причем максимально быстро, с каждым разом все быстрее и быстрее, и быстрее тело расслабляется, мысли успокаиваются, потому что у нас формируются условные рефлексы на определенное звучание. Четвертый пункт Патрика, это эмоции. Музыка автоматически, бессознательно, мы это не контролируем, вызывает у нас эмоции. Причем, такой интересный эффект исследованный, то в каких эмоциях, какие эмоции закладывал композитор, очень похожие эмоции чувствует тот человек, который слушает эту музыку. Именно поэтому важно и состояние играющего, когда мы говорим про практику, и то, какие смыслы, замыслы эта музыка несет. Человек автоматически это чувствует, поэтому расслабляющая музыка автоматически несет расслабление. Пятый пункт, это визуальные представления. Музыка имеет у нас мультимодальный эффект, мы ее не только слышим, мы ее как бы видим. Она включает в работу ассоциативные зоны мозга, воображение. Мы начинаем представлять картинки. То же самое, когда это происходит уже в более трансовом, измененном состоянии сознания, в расслабленном, у нас начинают чаще всего активно возникать определенные образы. И это дает дополнительный эффект ко всем предыдущим, и к расслаблению, и к проработке каких-то определенных эмоциональных состояний. В общем, музыка работает в том числе и визуально. Шестой пункт, который он называет, это эпизодическая память. Это такой личностный смысл конкретных произведений музыкальных для человека. У каждого из нас есть какие-то собственные свои песни, свои произведения, которые вызывают собственные воспоминания. И опять, если это какая-то атмосфера, музыкальная канва, я сейчас все это рассказываю в рамках музыкальных медитаций, она повторяется, у вас уже образуется вокруг всего этого события свой личностный смысл, который автоматически еще даже до прихода на это событие формирует у вас положительные эмоции, расслабление, гармонизация, успокоение. Мы, люди, мы ко всему этому привыкаем, у нас формируются свои привычки. Седьмой пункт, музыкальные ожидания. Когда мы анализируем музыку, когда мы ее слушаем, наш мозг пытается предугадать, куда она пойдет. Хорошая музыка сейчас просто с точки зрения общей, это баланс между неожиданностью и повторяемостью. Если музыка будет слишком повторяема, одинаково, мы заскучаем. Если она будет слишком неожиданной, мы просто, ну как бы, не поймем ее. Если говорить про это в канве музыкальных медитаций, там тоже должен быть баланс, потому что она должна быть больше на полюсе ожидаемого, но при этом такая мягкая непредсказуемость. Музыка уходит в определенные, как бы, другие образы созвучные, но они не должны никуда резко выскакивать, потому что мы должны оставаться в поле вот этой визуализации, фантазии, которая рождается в голове и гармоничного состояния. Не должно возникать никаких всплесков, но при этом нельзя делать одинаковую, суперодинаковую структуру, иначе мозг просто, ему станет скучно, он перестанет быть в процессе практики. На самом деле очень интересно искать какие-то определенные подтверждения в книгах, в исследованиях. И вот я захотела поделиться этой теорией, просто чтобы это были не просто мои слова, мои наработки, а что люди это исследуют, и есть определенные данные. Самое главное, помните, что музыка на нас влияет, любая, которую мы слышим, поэтому осознанно выбирайте, что вы слушаете. Спасибо. 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 Спасибо.